Оперативное совещание Денис Семенов начал со статистики заболеваемости COVID-19. Прирост за минувшую неделю составил 15 человек. По состоянию заболеваемости коронавирусной инфекции в Электрогорске всего 10 ноября у нас заболевших 311 человек. Прирост за неделю составил плюс 15. К сожалению, растем высокими темпами. Выздоровели у нас 242 человека и в настоящее время находится на лечении 63 человека. Ситуация с заболеваемостью сложная и напряженная. В связи с этим губернатор региона Андрей Воробьев вводит новый ряд ограничительных мер. Вчера на заседании правительства Московской области Андрей Юрьевич Воробьев продлил в Подмосковье действия ограничений по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Московской области с 11 по 29 ноября продлевается запрет на проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, посвятительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Запрет на посещение граждан и организации, осуществляющих деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. Для граждан в возрасте 65 плюс и граждан хроническим заболеванием продлевается обязанность оставаться дома в режим самоизоляции, а также им будут заблокированы социальные карты жителей Московской области. Автотранспорт и учреждение социального обслуживания Московской области будет задействован для перевозки медицинских бригад и оказания граждан медицинской помощи. Волонтерам предоставляется право бесплатного проезда и при работе предприятий необходимо строго соблюдать все стандарты, предписанные Роспотребнадзором. Юлия Сергеевна, вы у нас контролируете данные мероприятия, прошу также продолжать утренний мониторинг на городских предприятиях. То, что вы делали, нужно необходимо продолжать. Это работает, очень важно. Далее у нас с 16 по 29 ноября среднее профессиональное высшее образование будет предоставляться только дистанционно. С 16 ноября будут заблокированы транспортные карты обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. И Министерством социального развития принято следующее решение. Очный прием жителей, центры занятости населения, управления социальной защитой будет осуществляться исключительно по предварительной записи. Приостанавливается деятельность полустационарных отделений для граждан пожилого возраста и инвалидов в организации социального обслуживания Московской области. В случае необходимости следует обращаться по телефонам горячей линии главы и отдела социальной защиты. Также в городе существует волонтерский штаб. Уважаемые наши электрогорцы, жители старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, убедительно прошу каждого из вас оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции. Если вам необходима помощь при покупке продуктов и доставке лекарственных средств, вы можете обратиться по телефону нашей горячей линии 37757 и также в отдел социальной защиты по телефону 32056. У нас работают в электрогорске три бригады волонтеров, которые постоянно находятся на связи и в случае вашего обращения сразу же предоставят вам всю необходимую помощь. Знаю, что у нас идет большое количество звонков и каждому жителю, кто обращается к нам, идут разъяснения. Я думаю, что у нашего старшего поколения электрогорскому должно быть вопросов, почему такие меры применяются в Московской области и, конечно же, в электрогорске. Напомню, что связано это с тем, что идет прирост заболевших коронавирусной инфекцией. Далее, что основная масса заболевших – это люди старше 65 лет, которые очень тяжело переносят заболевания коронавирусной инфекцией. Если у них есть еще и сопутствующие заболевания или хронические, то, соответственно, очень высокие риски различных тяжелых последствий. Для этого, чтобы не испытывать судьбу и чтобы не подвергать жизни и здоровье наших граждан, необходимо соблюдать все рекомендации и режим самоизоляции, те меры, которые нам предписывает Роспотребнадзор, наши врачи, губернаторы и, конечно, мы. Потому что на самом деле это все не шутки, это серьезные очень вещи. К сожалению, у нас вчера даже был негативный пример. У нашей сотрудницы администрации, даже мама, к сожалению, скончалась из-за того, что это коронавирусная инфекция и были сопутствующие заболевания. Поэтому очень важно, серьезно соблюдать все меры и те рекомендации, которые на сегодняшний день есть. Губернатором Московской области Андреем Воробьевым совместно с Министерством благоустройства региона на следующий год выделено три детских игровых площадки. Будут они у нас установлены на следующих улицах. Это Ухтонского, 4А, там, где в этом году мы сделали комплексное благоустройство. У нас есть основание уже асфальтово под эту площадку. Улица Классона, там, где мы выполнили тоже благоустройство. Еще в предыдущие годы тоже есть это основание. И третья площадка будет установлена в сквере Стол Константина рядом с храмом. По словам представителя ТСК «Мусэнерго», инцидентов за минувшую неделю не было. За прошедшую неделю инцидентов на оборудовании сетях филиала не было. Работаем в штатном режиме, проводим работу, перекладываем, проводим панно, а докладываем не все. В работе управляющей компанией «Ленком» подрядных организаций «Юг» и «Север» аварий не было. Все дома обеспечены теплом. Ведется ремонт подъездов, мелкий плиточный ремонт, косметика межпанельных швов, уборка листвы, опиловка кустарников. В прошедшую неделю работали в штатном режиме, и серьезных аварий не было. На данный момент все дома с ресурсом. Также продолжаем ремонт подъездов 8 дома, входных групп подъездов «Ленина-16». Также мелкий ремонт плитки, швы, межпанели, также уборка мусора провода на кадре-площадках, вырослый пуговик мусора, блок листвы, опиловка кустарника. Ну, в общем, все, что касается мусорства. Сотрудники МБУ, управляющие компанией «Электрогорск», устранили последствия после пожара на контейнерной площадке по адресу улицы Ухтомского, дом 9. Восстановили элементы на детской игровой площадке. Доброе утро. Доброе утро. В прошедшую неделю учреждения работы в штатном режиме. Помогли с установкой элементов на Ухтомского 10, имеющихся там поставленную застройщику. Восстановили ограждение контейнерной площадки после пожара в Ухтомском 9. Так мелкий ремонт детской площадки, по вашей просьбе ухтома, это, наверное, полосе, смотрели на сценарий. Как вы в штатном порядке? Прошу, Андрей Александрович, не забудьте, тут недостроенные здания, тоже эти мероприятия, мы будем еще в галокомить. Да, я делаю. Мособл ЕРЦ работали в штатном режиме. До жителей доставлены квитанции. На прошедшей неделе офис работал в штатном режиме. С соблюдением всех требований Роспотребнадзора, при упрощении медиковой вирусной инфекции, осуществлялся мониторинг состояния здоровья сотрудника, измерения температуры, дезинфекция офиса различными средствами. Также на сегодняшний день доставлены все квитанции жителям открыть сбор за октябрь месяц. На сегодняшний день процент сбора составил чуть более 16%. По словам руководителя организации МБУ дорожное хозяйство и благоустройство, подготовка к зиме завершена. Производится текущая эксплуатация и ремонт уличного освещения. На прошедшей неделе работали согласно муниципальному заданию, намечен от плана до 20 дней дошло начинало. Необходимое количество туалитетов заготовлено, куча ремонта и эксплуатации наружного освещения. Все остальное в рабочем порядке. Михаил Викторович, обратите внимание, оперативная сводка за неделю, ЕДДС, тут есть жалобы по поводу уличного освещения. Советская 43, Горького 4, Горького 6. Есть мероприятия по расторжению контракта, по заключению нового контракта. Необходимо как-то ускорить или еще что-то придумать. Потому что на самом деле меня это напрягает. Не ускоряется, не с Олегом Чуворовичем. Понятно, норма закона, понятно. Добровольно они не расторгают. Если бы они добровольно согласились, то вопросов бы не было. Они тянут время. Такие нехорошие поставщики вышли. Давайте все-таки те мероприятия, которые мы с вами отдельно обсуждали, там внизу на втором этаже. Необходимо вот эти вопросы закрывать. То, что беспокоит жителей. Сахару проводит уборку территории, замену участка канализации, уборка крупногабаритного мусора. Всем доброе утро. Управляющая компания работала в штатном режиме. Занимались уборкой придомовой территории, заменой участка канализации на Крыжуновской, 26 подвале. До Крыжуновской, 27 участок отмазки отремонтировали. В Крыжуновской проводили в субботник по крупногабаритным мусору Крыжуновской, 22. МОСАВТОДОР производил замену стекол на автобусных павильонах. Всем доброго утра. На прошедшие недели мы занимались уборкой мусора по улице Советской, на автобусных остановках, и в водоотводной канале, и на везде в город. Заменили два разбитых стекла на автобусных остановках. На этой неделе работа будет продолжена. Сегодня мы приступили к оттенке. Планировать обучение в районе Батлова. Да, там были вчера замечания. Хорошо. МКУ «Ритуал» проводил работу с обращениями граждан. Вчера в день работает в штатном режиме, работает с обращениями граждан. Хотел бы еще раз озвучить информацию для жителей нашего города по своевременному оформлению и удостоверению о захоронении. Информация по данному вопросу есть на сайте администрации в соответствующем разделе на информационном стенде МКУ «Ритуал» при входе на территорию кладбища всю консультацию можно получить по телефону 37756. Многофункциональным центром МОИ Документы было оказано 600 услуг. С понедельника центр принимает участие в пилотном проекте. МФЦ работает в обычном режиме. За отчетный период оказано 600 услуг. Также с понедельника МФЦ участвует в пилотном проекте по услуге представления мест для сохранения. Пилотирование идет в связи с тем, что вышел новый административный регламент, который подразумевает подачу через РФГУ со сверху МФЦ и также обычную подачу через МФЦ. Также, уважаемые заявители, в целях минимизации награждения в МФЦ просим вас заранее планировать свой визит. Пользуйтесь системой предварительной записи. Записаться можно через портал государственных и муниципальных услуг, а также по телефону 8800-550-5530. Что с дополнительным номером? Дополнительный номер есть, но на него нельзя, то есть по указанию Мингоса, на него нельзя звонить заявителям, заявителям можно звонить с этого номера, то есть там отработанная система, они звонят на единственный номер. В соцсетях писали о том, что МФЦ не могут звониться. На горячей линии существует обратный звонок, то есть если заявители не смогли звониться, они попали в другой город, всегда можно оставить звонок на обратную связь. Звонок этот отрабатывается в течение 50 минут. Если вдруг линия занята, мы сразу отрабатываем обратный звонок. У вас в МФЦ сейчас люди ходят же? Конечно. А вот есть какая-то информация, я не знаю, какой-нибудь дежурный телефон самого внутреннего МФЦ в случае разъяснения каких-то вопросов или каких-то моментов? Ну, мы можем. А вы звонили? Я не про это. Ну, допустим, человек, у него, допустим, есть какой-то нерешенный вопрос, он пришел в МФЦ, условно там, да, и хотя бы куда ему обратиться, с кем ему можно посоветить, там услуга оказана, не оказана, там была предварительная запись, там что-то не получилось, что-то не страслось. Насколько я знаю, что, ну, вопросы есть, и я как бы не хотел, чтобы этих вопросов, ну, они возникали у нас в МФЦ. Вот как мы делали, допустим, условно, да, там по больницам, когда Суворов Николай Александрович завел там второй номер телефона вместе с там сим-карты, да, и на каждом, в каждой поликлинике, в каждом этаже разместил этот номер телефона, там, в случае некачественного оказания медицинских услуг звоните мне по такому-то номеру. То есть, если какие-то вопросы там, ну, там были, да, медицинские, человек мог позвонить и обратиться. Вот вам надо что-то подобное такое придумать для разъяснения. Хорошо. Ну, чтобы исключить, чтобы, потому что человек, когда пришел, когда он не понимает, что ему делать, он куда обращается, начинает писать в соцсети, начинает там другие жалобы, еще куда-то, еще куда-то, чтобы напрямую там можно было на месте разобраться, кому-то позвонить. Хорошо. Ну, я думаю, что надо завести какой-то номер телефона, да, то есть, нашего МФЦ, то есть, условно там, второй телефон Татьяна Леонидовна, да, Татьяна Анатольевна, да, чтобы у нее был контакт с жителем, чтобы житель мог позвонить там, допустим, просить, получить какие-то разъяснения. Горячая линия, это прикольно, конечно, но там вся Московская область на горячей линии. Да. Только оператор сидит, переключает между городами. Правильно? Ну, переключает и отвечает на вопросы. Мы сейчас еще обслуживаем горячую линию на месте. Татьяна Анатольевна. Да. Я услышала, Денис Олегович. Мы все организуем. Вот. С этого надо было начинать. Единой диспетчерской службой чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Было принято 294 вызова. На прошедшую неделю НКО ЕДДС-112 чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. В системе 112 поступило 37 вызовов. Принято 294. 12 вызовов. Прошлое заявление. Вызовы в центре обработки вызовов не переводились. Все вопросы решались в вашем порядке. Образовательные учреждения приняли участие в большом открытом онлайн-уроке. Педагоги приняли участие в конкурсе. Также продолжаются олимпиады. В течение прошедшей недели все подведомственные учреждения функционировали в штатном режиме. 30 октября обучающиеся школы города приняли участие в большом открытом уроке, который прошел в онлайн-формате в рамках проведения всероссийского форума профессиональной ориентации, проектория. А с 31 октября по 8 ноября обучающиеся школы города были отправлены на осенние каникулы. В настоящее время продолжается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. На сегодня у нас уже состоялись 11 олимпиад по общеобразовательным предметам. Продлится муниципальный этап до 28 ноября. Педагоги школ города, классные руководители в количестве 9 человек приняли участие во всероссийском дистанционном конкурсе на лучшие методические разработки. И 2 ноября от нашего города была направлена заявка на всероссийский конкурс «Зимние индивидуальные игры». Всего было 67 участников. Остальные вопросы решаются в рабочем порядке. Отдел социальной защиты населения продолжает оказание различных видов помощи. Налажена связь с волонтерским штабом. «Основное внимание социальной защиты управления социальной защиты сейчас обращает на выявление нуждаемости, проводя мониторинг жителей возраста 60 плюс и жителей с хроническими заболеваниями с целью оказания различных видов помощи, если какая помощь потребуется. В связи с чем мы очень тесно связь наладили с волонтерскими нашими штабами, с волонтерскими группами. Мы готовы сейчас, особенно в период с 11 ноября, когда будет блокирована социальная карта, еще более честно эту проблему рассматривать. Это первое. Но немаловажное значение имеет и, безусловно, качественное оказание услуг населению с целью минимизации выхода людей в наши службы. Хотя и она будет организована по записи, уже мы проводим такие вещи, но мы стараемся, конечно же, больше использовать телефоны, стараемся более качественно подходить к запросу каких-то необходимых документов, чтобы, еще раз минимизировать вхождение людей по различным организациям. Мы же просто такие вещи принимаем. Наши учреждения работают в штабном режиме. Сейчас также особое внимание уделяется стандартам, которые распространены. Выборки – это, что касается пациентного Красного. Комплексный центр тоже сейчас работает очень тщательно в отношении с подопечными, которые находятся на обслуживании, старшего возраста. Начальник территориального отдела номер 14 Госадмтехнадзора предоставил информацию о выявленных нарушениях. На прошедшей неделе устранены нарушения в честь содержания прилегающей территории объектов торговли по площади Советской улицы Ухтомского, также объектах теплосети по улице Ухтомского. По факту надлежащего содержания прилегающей территории в объекте теплосети по улице Горького, около дома 1, возбуждено административное производство. Дополнительно по улице Советская устранено содержание належащего содержания входной группы, объекты торговли. Доклад окончен. На автостанции осуществляли уборку мусора и окос травы. Всем доброе утро. Доброе прошедшее. Эта станция работала в штабном режиме. Никаких серьезных замечаний времени не было. Произвели потвор травы. Единственная просьба помочь мешки вывезти. Значит, собираем мусор. И мы все же не будем. Мы сейчас объезд будем делать заедником. Железнодорожная станция осуществляет работу без сбоя графика движения. Дрожжи станции у нас отработали за последнюю неделю без сбоя графика движения. Замечания, которые сказали, будем отрабатывать. Подготовимся. Работаем в штатном режиме. Дрожжи. Повнимательнее. Еще 14 километров. Там есть некоторые замечания по 14 километрам. Но они у вас совсем уже нелепые. Условно, стойка для информации стоит уже год. У нее до сих пор упакована. В упаковке стоит. Знак для инвалидов. Весь в пленке с этой пупырчатой, весь скотчем закрученный. То есть, я что там не говорю, это не требуется миллионов или сотен тысяч рублей для устранения. Просто приехать с канцелярским ножом, хотя бы распаковать то, что еще зимой было поставлено. Ну, такие мероприятия, замечания, ну, как бы... Понятно, да. Эти замечания уже говорили. Я уже говорил. У нас комиссионный осмотр был. Уже говорили, я обращал на внимание. Об итогах очередной призывной комиссии информацию озвучил начальник военно-учетного стола. В минувшу 5-10 в военном посередине пришла очередная призывная комиссия, на которую прибыло 4 призывника. Решение призывной комиссии по меропоказаниям Владимир Малозачалов был направлен в медицинское лечебное заведение для прохождения дополнительного обследования по меропоказаниям. И 3 призывника решения призывной комиссии были признаны годными по состоянию здоровья для прохождения службы вооруженных сил. Это назначено для отправки в войска. Завтра у нас очередная отправка вооруженных сил. По предварительным данным, 5 молодых людей готовятся на завтрашний день на восторг для отправки в войска. Хорошо. На этом оперативное совещание подошло к концу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова